Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на сегодняшнем занятии. Лекцию, посвященную русской эмиграции в Австралии, нам сегодня представит доктор исторических наук, профессор, заместитель председателя историками географических знаний Санкт-Петербургского городского отделения Русского географического общества Александр Яковлевич Масов. Пожалуйста. Сегодня с вами будем говорить о, на мой взгляд, достаточно значимой части русского зарубежья, о русской эмиграции в Австралию. Дело в том, что Австралия – это одна из тех стран, куда издавна направлялся поток русской эмиграции. Этим летом, в июне-июле месяце, мне удалось вместе с профессором Дальневоскочного федерального университета Галины Ивановны Каневской побывать в Австралии благодаря грану от общественного культурного центра «Русская эмиграция», за что я представителям этого центра выражаю свою самую искреннюю благодарность. Нам удалось побывать в Австралии, и цель поездки была как раз изучение истории современного положения русской диаспоры. Давайте мы с вами об этом и поговорим. Сначала немного истории. Первые русские появились в Австралии вскоре после начала колонизации этого континента англичан. В 1788 году первая группа английских каточников была высажена на пятом континенте, а уже в 1804 году туда был прислан каточник по фамилии и по имени сооргенства Иван Потоцкий. Кто он был, сказать трудно. Скорее всего, он был белорусский. Видимо, он участвовал в восстании «Костюшка» в конце XVII века, в Белоруссию вернулся, побоялся, попал в Англию, там был бой в Новгороде и отправлен в Австралию. Когда в 1823 году на Тасмане были русские моряки, кругосмертные экспедиции на крейсере, крейсер такое же название, и на передаче Белоруссии, Белоруссии, Белоруссии. Мы встретили, он уже был каточник, он жил на Тасмане, и командир жилипалата Лазарев пишет, что мы встретили еще троих говоривших по-русски, тоже из числа бывших каточников. Так что русские появились очень давно, но это, конечно, не эмиграция. А эмиграция, собственно, настоящая эмиграция, когда туда целенаправленно поехали русские, она началась в 1880-е примерно годы. Это были русские крестьяне, которые пытались найти место на земле, где бы у них была земля. Как правило, это были сибирские дальневосточные крестьяне, которым не понравился климат тамошний, и они переселяются в Австралию. До начала 1920 года их приехало туда не так уж и много, три с половиной тысячи человек всего. Попасть в Австралию было совсем несложно. Австралийцы эмиграцию приветствовали, но, правда, только белых людей. Азиатов они не пускали, а чернокожие люди тогда вообще до Австралии не добирались. Надо было предъявить какой-то документ, было все равно какой. Кириллические буквы австралийские эмиграционные чиновники не читали, естественно. И был случай, когда один эмигрант предъявил вместо документа театральную программу одного из московских театров, и его, значит, благополучно туда пропустили. Земли там было много. В основном ехали в ближайший к Дальнему Востоку русскому город Брисбен. Это если ехать из Владивостока на юг, то первый город – это Брисбен большой, туда имелет потешевле был. Там высаживались и, соответственно, со временем получали землю. Ну вот, это документальная фотография. Русские эмигранты прибывают в Австралию. Это немножко позже, потому что вот эта эмиграция крестьянская, она продолжалась примерно до начала Первой мировой войны. И к 1914 году выходцев из России было уже 11 тысяч. В основном это фермеры или люди, как тогда говорили, интеллигентных профессий. Телеграфисты, фельдшеры и так далее. Причем крестьяне это легко обустраивалось, потому что вот они землю получали и работали. А вот интеллигентам было сложнее, потому что английского языка они, как правило, не знали. Вы знаете, что образованные люди в России начала века знали французский и немецкий язык, но не английский, но распространенный. И русские консулы, которые работали в Австралии, жаловались, что вот к ним приходят потерявшие надежду устроиться интеллигентные люди из России, и профессия у них в руках, и все, они могут, но языка нет. И поэтому никуда не вернусь с крестьянами, было гораздо проще. После русской революции 5-7-го годов в Австралию поехали господа революционеры. Ну, бежали, в общем, тоже через Дальний Восток, через Китай. И было их не так уж и много, было их, так, привелось, вот, привелось. Было их человек 500, но это были забойные революционеры, знаете, которых ничем не остановишь. Они и там активно участвовали в австралийском рабочем движении, организовали стачку бризбенских трамвайщиков, в Сирене и Оду мутили, доставляли много хлопот тамошней полиции. Но главное, они вели эгитационную работу и среди русской диаспоры. Были организации русских, союз русских рабочих эмигрантов, возглавляли его Артем, вот здесь все на снимке слева, это большевик, лично знавший Ленина, такой, ну, революция была дороже всего. Но после 17-го года он вернулся в Россию, бросив там жену из вестминия в Россию, он женился еще раз, и сын его умер совсем недавно, вот, тот, который уже родился в России. Артем был руководителем русских революционных эмиграций, русских революционных организаций. А вот справа Александр Михайлович Сузенко, тоже яростный большевик, тоже революционер. Он не вернулся сразу в Россию после 17-го года, он продолжал работать уже в австралийском рабочем движении и сумел организовать демонстрации в поддержку русской революции в 1919 году. Они там проходили в Австралии, вошли в австралийскую историю как бунты Красного Флата, потому что Сузенко поднял красный флаг. К 1919 году в Австралии это уже был совершенно неприличный флаг, потому что к большевизму там всегда относились очень плохо. Демонстрация, когда пошла, начались стычки с лояльными австралийцами, которые считали всех сторонников большевиков предателями, потому что Россия вышла из Первой мировой войны, как вы знаете. Полиция, правда, быстро пресекла все эти столкновения, но поверничать и русским, и полицейским пришлось немало, потому что вот эти лоялисты австралийские, они выкрикивали, что всех русских на меселецу и так далее. И репутацию русским вот эта революционная миграция здорово пофортила, это надо признать. Зузенко потом выслали в Россию, затем Коминтерн его опять послал в Австралию, и он там в 1921 году принимал участие в создании коммунистической партии Австралии. Австралийцы его выслали второй раз. Больше его уже в Австралию никто не посылал, он здесь у нас работал в Ленинграде капитаном торгового судна, которое ходило по линии Ленинград-Лондон, и в 1937 году, естественно, его жизнь закончилась, как и у большинства русских революционеров, которые вернулись из Австралии в Россию после 1917 года. Ну а что касается крестьян, то они в большинстве своем там и остались, и довольно быстро ассимилировались, потому что большая часть этой первой волны русской эмиграции в Австралию, это были мужчины. Надо было жениться. Жениться можно было только на австралийских девушках, потому что русских женщин было мало, соответственно, и сами они, и дети уже начинали говорить на английском языке, и довольно быстро вот эта первая волна эмиграции растворилась. После революции австралийцы напуганные деятельностью тамошних русских большевиков, вообще запретили привезти русских, и только в 1921 году этот запрет был снят. И тогда в Австралии появилась вторая волна русской эмиграции, это белая эмиграция. Кто это был? Это были казаки, сибирские и уральские, и это была русская интеллигенция из Дальнего Востока. Причем интеллигенция, я бы сказал, такая высоколобая, и поэтому вот эта вторая белая волна русской эмиграции в Австралию, она была очень интеллектуально заряженной, это были люди творческие, и русские сыграли очень большую роль в становлении австралийской национальной культуры. Причем австралийцы сами это признают. Я понимаю, что когда лектор из России говорит о большой роли русских, то он может преувеличить там и так далее, нет. Сами австралийцы пишут, что да, русские и белые сыграли довольно большую роль, потому что сама Австралия в то время в культурном отношении была достаточно провинциальной страной, так сказать, филиала Англии. И вот становление национальной культуры в определенной степени, свой вклад, если русские. Куда именно? Это театральное искусство «Доля Римуш», такое он там организовал школу, где преподавал по системе Станиславского. И это русский балет. Дело в том, что в Австралии два раза кастролировала Анна Павлова со своей труппой, великая русская валерина. Принимали ее там совершенно восторженно. И потом был придуман десерт, такое многоэтажное пирожное, которое до сих пор во все австралийские рестораны подают. и называется «Павлова». Это вот они так произносят фамилию Павлова. Прием был настолько теплый, что часть труппы решила остаться в Австралии. Вот была визита, и дважды там оставались. И вот эти оставшиеся, ну, мало было они там свою труппу, конечно, создать не могли, но они открывали школу русского балета, в частности, очень известная школа Эдуарда Бараванского. Оттуда вышли, ну, вышла большая часть артистов австралийского балета, первого поколения, вот того, до военного. Выступал Шаляпин в Австралии. Триняк был прохладный, и Шаляпин жаловался, что австралийцы дикие, они классической музыки не понимают, вот ему что-нибудь попроще. Ну, видимо, потому что не так его плохо принимали, сколько его много заставляли выступать. Ну, заработать надо было, в общем, тяжело для Корла, так что он казался недовольным этой поездкой, но тоже вот какой-то такой культурный импульс дали, потому что австралийцы знали, что это великий оперный певец, так сказать, мирового уровня. В самой русской диаспоре в Австралии, в межвоенные десятилетия, шла очень интенсивная интеллектуальная жизнь. Ее лидером, ее инициатором был Иннокентий Зерышев, вот он здесь на этом снимке, он был священник, ну, такой, знаете ли, светского типа священник, он издавал кучу журналов, вот они с выставки, я скажу, с какой выставки это было снято позднее, в наших библиотеках, к сожалению, этого нет, журналов много издавал разных, он за свой счет частично сам писал. И там шли дискуссии, о чем русская иммиграция дискутировала. А главный вопрос для этих русских интеллигентов был такой, что им делать? Хранить поле телевеет свою русскость, чтобы вернуться в освобожденную от коммунизма Россию и помочь, так сказать, восстановить традиции. Или надо вливаться в австралийское общество, становиться членами вот того окружения, тех социальных групп, в которых они оказались. И про Россию, если не забыть, то, по крайней мере, не акцентировать свою русскость. Большинство, конечно, склонялось к тому, что их миссия сохранить русскость. Понимаете, первая волна русской иммиграции была свято уверена, не первая, а вот эта белая волна, для Австралии она вторая. У нее в истории русской иммиграции первая считают белая иммиграция, но для Австралии это, получается, вторая волна. Она была твердо уверена, что советская власть это ненадолго, что вот скоро это пойдет, и они должны вернуться, они должны принести русские начала в Советский Союз обратно. Поэтому вот надо хранить в улице лелеять свою русскость. Ну а потом, да, у них был клуб, у них был уже клуб в Сиднее Страталье, до войны он у них начал работать, и работает до сих пор. В Брисбене появился Свято-Николаевский собор, православные церкви в Австралии были раньше. Первая церковь, кстати, при поддержке русского консула Николая Бомбеевича Пасека была открыта, не открыта, а заложена в 1900 году, но это была греческая церковь, тоже православная, но греческая. А первая русская церковь, где службы шли на русском языке, это Свято-Николаевский собор, по-моему, от 1926 года в Брисбене. То есть были церкви, были газеты, были клубы, русская общественная жизнь там не умирала. А потом началась Вторая мировая война, и перед русскими встал новый вопрос, что делать. Опять сети Аспора разгололась, часть считала, что несмотря на то, что в России правят Сталина коммунисты, нужно поддерживать свою родину всеми силами, потому что это будет страна наша, которая находится в смертельной опасности, но часть эмиграции сказала, что можно поддержать и Гитлера, и дьявола, и вообще кого угодно, если эта сила поможет избавиться от коммунизма. Вот эти сторонники фашизма немецкого, которые в австралийской литературе почему-то называют русскими фашистами, они вообще-то фашистами в чистом виде не были, и каких-то расовых предрассудков фашистов не разделяли, да и злодеями не были, вот в таком плане, как нацисты, например. И симпатии к Германии испытывали только потому, что видели в ней силу, которая поможет избавиться от коммунизма. Но Австралия, член антигитеровской коалиции, она воевала во Второй мировой войне, воевали австралийцы очень мужественно на Тихом океане, в Новой Гвинеи, и их, естественно, раздражало. В них завелись какие-то сторонники Гитлера. Кроме того, Австралия в годы войны была союзником СССР. И вот этих русских фашистов, назовем их так, хотя повторяю, это не совсем фашисты, их арестовали и отправили в лагерь. В Южную Австралию, Лавдей. Но это австралийский лагерь, там было достаточно комфортно, не надо думать, что это гитлеровские или сталинские лагеря, совсем не то же самое. Но тем не менее, все равно в лагере есть лагерь, и охрана, и ты находишься под конвоем и так далее. Кого можно назвать? Ну, скажем, Валентин Антониев, один из священников, вот он считался лидером русского фашизма. Когда мы были в Австралии, то удалось познакомиться с чудесной женщиной, преподавательницей русского языка, Мариной Миколаевной Кравченко. Она его внучкой оказалась. Мы попали в очень неловкую ситуацию, когда стали говорить про этих фашистов. А это ее дедушка. Она страшно не любит вспоминать об этом. Но в Австралии, помню, там статьи есть, там литература есть на эту тему, как себя русские в годы войны вели. Одна статья переведена на русский язык, издана в нашем петербургском журнале Клиу. Все это очень интересно, в принципе, можно почитать, чем все это там закончилось. Австралийцы и русские, и, собственно, австралийцы здорово помогали по мере сил нашей стране в годы войны. Там было организовано движение овчины для России. Ну, Австралия страна овец, там у них шерсть и много. Вот, значит, эту шерсть и шкуры овечи поставляли в Советский Союз, чтобы делать полушубки для Красной Армии. И вообще, конечно, увлечение русским, как это всегда бывает, когда наша страна уходит на первый план, в исторических событиях, там было довольно сильно. И среди, собственно, коренных австралийцев. Война закончилась, и в Австралию приезжает третья волна русской эмиграции. Да, прежде чем не перейти, скажу еще вот что. В 44-м году, вот в плане увлечения России, было основано первое русское отделение в Мельбургском университете. Вот Виталийна Михайловна Кристиссон, изумительный человек, петербурженка, она умерла в 2000, наверное, в втором году. А в 44-м она стала первым руководителем первого отделения словистики и русского языка в Австралии, это Мельбургский университет. Это не случайно во время войны. Вот это как раз отражение того возросшего интереса к России, который тогда имел место быть. Мину Михайловну помнят, она, когда вышла на пенсию, уже в 80-е годы 20-го века, она продолжала на общественных началах преподавать русский язык на лужайке недалеко от своего дома, в Мельбурге. И вот справа на этой лужайке сейчас австралийцы установили доску, там написано в память Мины Михайловны Кристиссон, которая вот здесь обучала русскому языку. Вообще память о ней хранится в Мельбургском университете и в кругах русистов австралийских. Ну, она была очень обаятельная женщина, очень большой специалист. Мне она рассказывала забавный эпизод, когда ее крошечной девочкой, ей было, наверное, годика 4, повели в Мариинский театр, еще здесь, до революции, в Петербурге, на оперу, и вдруг она увидела, как на сцену выскочил какой-то страшный дядька в красно-черном плаще с густыми бровями и разгорал громовым пасом сатанатом правит бал. Это был Шалябин, который пел Арию Мефистофеля из оперы Фауста, она разревелась на весь зал зрительный, потому что ей стало страшно. Вот такие воспоминания, для нее это было важно, потому что они никогда не отрывали себя от России, понимаете, вот такое душевное настроение. И всех русских она приличала, в Миколдобе и Евтушенко был, и Рождественский был, и все русские деятели культуры, советской культуры, когда они приезжали в Мельбурт, они основно обрадовались в доме Нины Михайловны Кристосен. Фамилия по мужу знаменитый и известный очень австралийский поэт Клэм Кристосен. Когда она организовывала это первое отделение, в Мельбурне, то ее соперником на должность на этого руководителя отделения был не кто-нибудь, Александр Федорович Керенский. Вот те, кто постарше, те точно это имя знают. Я знаю, что молодежь, нынешние студенты, им фамилия Керенский уже ничего не говорит, а кто постарше, тот знает. Дело в том, что Керенский, бывший глава Временного правительства, у него была такая нежная, романтическая любовь с австралийской женщиной, и они собирались пожениться. Но австралийские власти не давали ему вид на жительство в Австралии, потому что шла Вторая мировая война, Австралия союзник СССР, а Керенский гад, такой глава Временного правительства, вот Сталина нельзя было зрить. Поэтому ему не давали вид на жительство, никак не удавалось пожениться, но папа этой женщины, очень богатый человек из Брисбана, очень богатый, он похлопотал, где надо, слово «блак» в Австралии, конечно, не играет, такой роли, как у нас, тем не менее. Себастьян, если я что-то привилечиваю, пожалуйста, меня поправьте. Вот, поговорил с кем надо, и Керенскому разрешили там остаться, они поженились, и вот он претендовал на эту должность руководителя русского отделения. Но, к сожалению, в Австралии он прожил недолго, потому что его жена, повторяю, это был брак не по расчету, брак по любви, у нее начался рак крови, и она довольно быстро умерла, и он из Австралии уехал, а потом жил в Соединенных Штатах Америки. После Второй мировой войны в Австралию приезжает новая волна по русской эмиграции, так называемые перемещенные лица. Это, в общем-то, по-своему несчастные люди, которые какими-то путями оказались вне территории Советского Союза. Либо их немцы угнали, и они там работали в Европе, либо они сами бежали. Тут очень по-разному. После войны было соглашение с англичанами, чтобы их всех вернули в Советский Союз. Они, конечно, возвращаться отчаянно не хотели. И мне вот рассказывали в этом фронте, что когда англичане колонну вот этих белых русских вели для передачи советским властям, они умоляли не передавать, говоря, что их тут расстреляют, то один английский офицер сказал, если ваш Салин такой плохой человек, не голосуйте за него на следующих выборах. Это вот и представление англичанам, что у нас было так. Но те, кстати, кого передали к нам, их расстреляли, вот только переехали границу Советскую, прямо на чистом поле расстреляли. Но большинство все-таки сумело как-то избежать выдачи нашим властям, и попали в категорию перемещенных лиц. Им давали возможность куда-то уехать. В разные страны. Канада принимала в эти американские государства, Австралия принимала, соответствующие чиновники были выделены. Вот в эту поездку в Австралию мне удалось почитать документы, инструкции для австралийских чиновников, которые отбирали перемещенных лиц для поселения в Австралии. Надо было обращать внимание, судя по этим инструкциям, на то, чтобы эти желающие поселиться в Австралии, не были бы агентами англичан. Вот это больше всего они боялись. Там был целый список вопросов, что надо спрашивать, чтобы вот не затесались такие люди. Ехали по очень разным причинам. Что такое Австралия, почти никто не знал. Где-то там далеко, четверть ногами. Жарко, наверное, очень. Но выбора часто очень не было. А были иногда и просто комические ситуации. Вот Дич Балес, он мемуары потом написал. Они с семьей собирались ехать в Канаду, он пошел оформляться, но наврочно знал английского языка, и не сумел прочитать табличку на дверях. И попал не в ту дверь. Попал в дверь, где сидел австралийский представитель. И его семья попала в Австралию. Но правда, в этом кабинете, он говорит, висела наглядная агитация с роскошными девушками в купальниках, потому что Австралия жаркая страна. Но вот это его как-то примирило с той самой ошибкой, что он не в ту дверь попал. В результате из Советского Союза, с территорией бывшего Советского Союза, в Австралию попало 50 тысяч человек. Но не все были русские. Чисто русских, этнически было примерно около 6 тысяч и 12 тысяч украинцев. И то в основном с ПАДЭ. А остальные это прибалты, ну, не этнические русские. В Австралии их принимали, вы знаете, очень осторожно. То есть им, конечно, дали жилье, им дали питание. Все одно правило было какое. Сначала ты поработай несколько лет туда, куда тебя пошлют, а потом уж так и быть, и жить и хочешь. Но, по крайней мере, если белая эмиграция, то военная сама пробивалась, надо было искать работу, они там открывали какие-то кафе, какие-то магазинчики, они работали преподавателями музыки, там, ну, то как устраивался, то перемещенные лица, они уже получали официальную поддержку австралийского правительства и говорили, что можно было жить, что в материальном плане было не тяжело, но что не удивляло и поначалу пугало, это совершенно другая культура питания австралийцев. Вот то, что ели русские, австралийцы не ели, и наоборот. Хотя сейчас я этого особо не замечаю. И одевались австралийцы, с точки зрения русских, очень уж плохо и уж очень бедно. Русские понаряднее были. Но потом, конечно, все это прошло. Часть русских строила электростанции, каскад электростанции в Снежных горах. это один из главных каскадов, которые снабжают Австралию электроэнергией. Так вот, там русские рабочие были, и, кстати, инженеры проектировали частично тоже строительство этого каскада. С конца 40-х годов, ну, 45-го началось, и вершина всего этого, конец 40-х, 50-х годов, началась следующая, это уже будет у нас с вами четвертая волна эмиграции, это так называемые харбинцы. Это русская белая эмиграция, которая после революции осела в харбине, в Манчжурии, на китайской, на лосточной железной дороге, и которой пришлось оттуда выезжать. Это отъезд из Китая начался после 45-го года, когда туда пришла Красная Армия, и начались репрессии. Ну и поначалу-то было еще ничего, потому что, если ты политикой занимался, тебя никто не трогал, поэтому уезжали только те, кто имел какие-то основания бояться советской администрации. И уезжали в небольшом количестве, но попали они не в Австралию, а попали на филиппинский остров Тумабау. Тропический остров с жутким климатом, там совершенно чудовищные условия жизни, они там несколько лет прожили, и потом их все-таки взяли в Австралию. А вот когда в 49-м году в Китае к власти пришла партия, возникла Китайская народная республика, то китайцы стали просто русских выдавливать. Там в Хармине был роскошный по качеству политехнический институт. Инженеры, выпускники политех, это экстра-классы инженеры. Китайцы переводят преподавание на китайский язык. Китайцы, ну, позакрывали часть православных церквей. Короче говоря, началась яростная китайзация, и этим людям ничего не оставалось, как уехать из Китая. Далеко не все уехали в Австралию. В Австралию приехало примерно, ну, наверное, тысяча 17. Остальные, кто в Америку, кто в Канаду, кто в Латинскую Америку, те, кто попал в Австралию, тоже не все там остались, потом уехали. То есть тут такое перемещение было. И вот эти харпинцы, с которыми мне доводилось говорить, они им страшные вещи рассказывают, что китайцы не разрешали вывозить ничего из драгоценностей, ничего из нажитого, что они драли деньги за перелест, что таможня свирепствовала китайская. Они, конечно, прятали там вещи, куда только можно, но было очень тяжело и очень унизительно. Так что этот отъезд был очень и очень непростым. В Австралии их встретили хорошо, им тоже давали пособия всевозможные, потому что это были совершенно легальные иммигранты. А надо вам сказать, что в Австралии сейчас легальных законных иммигрантов принимают очень хорошо. Вам и пособия будут, и бесплатные курсы английского языка, с государственной оплатой. То есть там не заветствуешь, другое дело, что легально туда попасть будет сложно, но если уж вы попали, то вас там власти австралийские не бросят. Так вот, приехать-то, харбинцы туда приехали, но что получилось? Вот 50-е, 60-е, 70-е годы в Австралии живут совместно, по сути дела, три волны русской иммиграции. Это белые иммигранты, которые к этому времени уже здорово постарели, это дипишники, дисплейсмент-тест, вот эти перемещенные лица, которых после войны взяли, и это харбинцы. И вот три этих волны иммиграции друг с другом отчаянно не ладят. У них разные церкви, у них разные клубы, у них разные печатные здания. Почему не ладят? Потому что белые говорят, что перемещенным лицам, вы не идейные иммигранты, вы вынужденные, вот вас жизнь забросила в Австралию, вы сюда и попали. Приехали на все готовое, вам власти помогали. А вот мы сами пробивались, нам никто не помогал. И потом мы идейные ненавистники коммунизма, а вы к Советскому Союзу хорошо относились, действительно перемещенные лица, но тут гнали на работу, а побоялся вернуться назад в Советский Союз, знал, что здесь его лагеря, кто ехал. То есть никакой слога к советской власти то у него и не было, и родину он собирать не собирался, этот человек, скажем, но пришлось уехать, потому что страшно было. И вот белые не любили, вы не настоящие враги советской власти, вы сюда приехали, потому что вам деваться некуда было, и вот, значит, за хорошей жизнью. Ну, понятно, вот харбинцы-то те же тоже убежденные враги советской власти, их-то за что не любили. А вы не настоящие русские, вы окитаились. Вот мы, белая эмиграция, вот мы несем, так сказать, из-за поздно настоящей русскости. Хотя это неверно, харбинцы тоже самые настоящие русские, и чуть ли они не обкитаяны, вот, но просто разные. Там еще была эмиграция эссенциальная, 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 это примерно там, где китайская граница соединяется с русской и казахстанской границей, вот примерно оттуда. Это земледельцы, это были простецкие ребята, которые в общем образования особого не имели, они тоже от китайцев удрали, но в Австралии высокого положения они не заняли, кстати. Вот на них пальцами указывали, он из Китая русский, где кориды ехали. Хотя это неверно, основная масса русских из Китая это люди очень образованные, и они там все-таки объединиться, и австралийцы поначалу не желали признавать дипломы Харбинского политехнического института, а потом еще как признали, и дипломы эти ценились, и было общество, созданного в Австралии русских выпускников Харбинского политехнического института. Вот эта иммиграция, она по численности своей стала основной иммиграцией. Большая часть русских до недавнего времени это были Харбинцы, их дети, их потомки. А с 70-х и позже годов появилась, и вот сейчас продолжается русская иммиграция экономическая, профессиональная, это те, кто действительно за хорошей жизнью, особенно в 90-е годы был всплеск этой иммиграции. Она этнически, это и русские, это и евреи, обрусевшие, которые Австралию предпочли, Израилю, и у них там тоже общество есть русскоязычное, и на русском языке издаются всевозможные издания. эти люди вообще политикой не интересуются, у них отношение к тому, какой у нас общественный строй абсолютно дифферентный, они поехали за хорошие зарплаты, они поехали за хорошей жизнью, я расскажу вообще немножко, кто это и что это, чуть позднее. И сейчас на первый план выдвигается вот эта именно иммиграция экономическая и профессиональная, либо приехали себя реализовать, часть из них кстати собирается вернуться в Россию, то есть там никаких идейных предубеждений нет. В последнее время, может быть в последние 10 лет, вот эти волны иммиграции начинают смешиваться в некую единую целую русскую диаспору, и склоки, которые разрывали русских в Австралии уходят в прошлое. Почему? Белая иммиграция вся вымерла по естественным причинам, потому что уже сколько лет прошло. Харбинцы, их еще много, но это те, кого детьми из Харбина вывезли, они еще прекрасно помнят свое детство, школы в Харбине, там все эти улицы, но вся их жизнь уже прошла в Австралии. Депишники тоже постарели все, и в основном тоже их дети, и у нас советская власть исчезла, поэтому вот этот идейный стержень, который их разделял, он исчез. Следующему поколению иммигрантов уже нет никакого интереса и никакого желания там яростно спорить, кто из них правоверный антикоммунист, кто неправоверный, кто хранит свою русскость, кто нет. Они просто считают себя русскими, и сейчас на наши глаза буквально происходит такое неформальное, но чисто человеческое единение всех этих лун диаспор. Уже спорить-то не о чем. Они уже стали австралийскими гражданами с русскими корнями, они об этих русских корнях помнят хорошо и по-русски говорят, но считают себя австралийцами. По итогам переписи населения, которое проводилось в Австралии в 2011 году, на свои русские корни указало 74 тысячи человек. Это те, кто указал, еще какое-то число, просто не стало об этом сообщить. При этом русским языком, как языком повседневного общения, пользуются примерно 45 тысяч. Остальные им не пользуются, хотя, может быть, и знают. Это 45 тысячи говорящих по-русски, это примерно 0,2% всего населения Австралии. Вот из этого количества русских, 75 тысяч человек, 35,4% родилось в России, то есть это уже считается экономическая иммиграция, 19% родилось на Украине, но это тоже русские, это тоже считается экономическая иммиграция, 18% родилось в Австралии, 6% родилось в Китае. Те, кто родились в Австралии, это в значительной степени дети более старых иммигрантов, потому что те, кто сейчас приехал, они уже с детьми приехали, дети, естественно, родились еще в России. Вот примерно такая статистическая картина, если говорить о цифрах. Где русские живут? Главным образом в больших городах. Вот те сельские поселения, которые возникли в начале 20 века, они не то чтобы исчезли, но они перестали быть русскими, потому что молодежь разъехалась учиться в большие города, переженилась на Австралийках или наоборот вышла замуж за австралийцев, и поселения эти есть, даже названия русские еще остались, типа дорога Градалова там на севере, но население уже не русское, а основная масса русских живет в больших городах, это прежде всего Грисбен, Сиднея и Мельбурн. Вот эти города во время поездки мы и посетили, но тут специально взяты не лубочные картинки Сиднея, Мельбурна и Грисбена, а вот то, что видит нормальный турист, который туда приезжает, потому что ну что показывать оперный театр на берегу залива порт Дженсен, у нас такой Сиднея, очень красивые города, и Мельбурн, и Сиднея, причем они очень разные по впечатлению, которые производят, и оба очень приятные города. И в Грисбене, Грисбен имеет вот такой модерновый центр, но вообще это город коттеджиков, город двухэтажных личных домиков с приусадебными садиками, очень вот мы их посетили, посетили еще и столицу Австралии, и что мы увидели, если говорить о современной жизни русской эмиграции? Вот как у ученых, которые изучают русскую эмиграцию, я себя, кстати, к их числу не отношу, у меня другие научные интересы, но вот те, кто занимаются эмиграцией, они говорят, что внедрение ино-национальных элементов какое-то коренное общество может идти тремя путями. Это может быть интеграция, это может быть ассимиляция, и это может быть образование гертов. Ассимиляция это когда растворились в местном обществе и исчезли, и забыли свой язык, и забыли свои корни, может быть устроились хорошо, но перестали быть теми, кем мы были до приезда в страну пребывания. Интеграция это когда вы сохраняете свои русские, ну в нашем примере это русские корни, но при этом вполне комфортно, устраивайтесь новым для себя в обществе, находите общий язык с местным населением, ни местное население вам проблем не создает, ни вы им проблем не создаете. А гетто это когда абсолютно никаких контактов, никакого слияния, соединения, никакой абсорбции с местным населением нет. Вот вьетнамская диаспора в Австралии в значительной степени живет как гетто. Говорят, что вьетнамцам почему-то необычайно трудно дается английский язык, мне честно говоря непонятно как так может быть, но вот якобы именно из-за этого им труднее всего интегрироваться. Русские, конечно, в австралийское общество влились по типу интеграции, они стали обычными австралийцами, совершенно комфортно там живущими, но при этом сохраняющих свои русские корни, сохраняющие русский язык и русскую культуру. И здесь надо сказать спасибо политике мультикультурализма, которую последние 30 лет проводит австралийское правительство. Мультикультурализм у нас сейчас принято ругать, потому что ни в одной стране мира, кроме Австралии, он не принес никаких результатов. Что такое мультикультурализм? Это когда правительство страны рецепиента, то есть той страны, которая принимает иммигрантов, создает для них все условия, чтобы они не забывали о своей родине. Вот вам курсы вашего языка, вот вам книжки на вашем языке, вот вам театр, вот вам спектакли, пожалуйста, сохраняйте свои национальные особенности. Задумано это было для того, чтобы приезжие безболезненно бы интегрировались в местное общество, чтобы не было такого культурного шока, когда их отрубили от их бывшей родины, от их бывшей культуры. Считалось, что так будет легче интегрироваться в новое для себя окружение. В Европе, в Соединенных Штатах Америки и в Канаде этот мультикультурализм не сработал. По той простой причине, что большая часть иммигрантов в Европу это либо выходцы из Африки, либо выходцы из исламских стран. А людям этого культурного архетипа необычайно трудно строиться в европейское общество. И дело даже не в том, что трудно, а в том, что они не хотят и считают, что их культура лучше. И поэтому искрит, поэтому не получается никакой интеграции. Мы сейчас видим то, что мы видим там в Лондоне, в Париже и в других городах. В Австралии большая часть иммигрантов это выходцы из Азии, из Китая, в основном из стран Океании и европейцы. Там политика мультикультурализма совершенно спокойно срабатывает. Ну вот греков полно-полно в Австралии. Там греческие школы есть, и греческие газеты, и греческий квартал. Никаких проблем. Эта культура очень похожая на все европейские культуры. И австралийцы, в общем, насколько я видел, я говорил с русским врачом, которая работала вот среди этих греков, она даже и греческие освоила, потому что иначе анамнез не собрать, и диагноз не поставить. Никаких проблем нет. И греки живут спокойно, и австралийцы живут спокойно. Китайцы живут немножко своим замкнутым миром, но они тоже не суются в австралийскую жизнь и не пытаются навязать свои порядки. То есть иммиграция, которая приехала в Австралию из разных стран, она пластична, она оказалась в состоянии осуществить сопряжение с англосаксонским в своей основе австралийским обществом. Русские тоже очень пластичный народ, они приспосабливаются абсолютно к любому окружению, и в общем-то в Австралии никаких таких национальных проблем, мордовую по поводу того, что-то русских не было, нет. Это демократическое государство, где тебе дадут, пожалуйста, хочешь публиковать газету на своем языке, публикуй, о чем хочешь, никто не будет интересоваться, что ты делаешь. Хочешь радиостанцию открыть, пожалуйста, открывай за свои деньги и не только про деньги я еще скажу. Поэтому те русские, которые хотели сохранять свою русскость, да ради Бога, религиозная терпимость потрясающая, там на одной улице будут церкви и храмы всех конфессий, пожалуйста, никто тебе ничего не скажет, и люди друг друга не будут плеваться, что вот я православный, а ты католик, и пшел, он отсюда, там такого не бывает, там они все совершенно спокойно друг к другу относятся. Поэтому и русские в общем-то не испытывают никаких национальных проблем с точки зрения сохранения своей русскости или наоборот, если ты хочешь забыть эту русскость и интегрироваться в австралийское общество, пожалуйста, там есть масса общественных организаций, существующих в рамках вот этой мультикультурной политики австралийского правительства. Скажем, русское этническое представительство штата Виктория в городе Мильбург. Там будет потом что такое. Так, ну чуть позднее. Свои русские дома, свои клубы, свои газеты, радио, причем радио СБС, этническое радио Австралии, за государственные деньги существующие, которые ведет передачи на языках всех диаспор, которые существуют в Австралии, в том числе и на русском языке. Правда, в последнее время из-за того, что у Австралии с Россией сейчас отношения, мягко говоря, не очень хорошие, количество передач на русском языке сократилось. Но если вы думаете, что из-за Украины, то нет, украинские подидачи тоже сократились на украинском языке, потому что просто радиослушателей стало мало, а они там мониторивают, кто слушает, сколько слушают. Это государственные радиостанции. Есть радиостанции, которые на частные деньги организованы. В одном Мельбурде, как нам сказали, примерно 4 или 5 русских радиостанций, причем очень разной политической направленности, от таких прозападно-либеральных до черносотенно-патриотических. Там все что угодно, иди, пожалуйста, деньги на все на это, на издание дает правительство. Откуда вообще русские организации берут средства, чтобы все это делать? Ну, откуда же финансирование, это же главный вопрос. А гранты получают, вот, русская община, Мельбурна или Бризбана, она пишет заявку, что так и так, мы вот хотим организовать такое-то мероприятие, там, пасхальный фестиваль, или масли исправить, вот, выдайте нам, пожалуйста, грант. И власти рассматривают. Гранты дают не только австралийское правительство, но и правительство штатов, и мэрии городов, и мэрии общин, то есть этих доиных коров, откуда можно, вот, что-то там такое выдать финансовое, в Австралии довольно много, и этим охотно пользуются. Охотно пользуются, и, как мне сказали, большого недостатка в деньгах для проведения каких-то этнически значимых мероприятий в Австралии не испытывают. А испытывают недостаток чего? А недостаток желающих посещать эти мероприятия, потому что старики, которые себя в полной мере ощущают русскими, им просто тяжело уже ходить на все на это. А молодежь, она все-таки немножко уже анализируется, она ассимилируется, но об этом тоже скажу чуточку позднее. Каков материальный уровень основной массы русской эмиграции? Я вам могу сказать хороший уровень, потому что большая часть тем, кем мы общались, это потомки харпинцев и потомки дипишников, которые живут в Австралии уже по 50 лет. Вот это задородный дом Петра и Киры Татарина. Обращаю ваше внимание, что это задородный дом, это вроде как дача. Там участок соток 12, наверное, в курортной зоне, голубые горы. И фотографии просто не поместились. Там у них и лужайки, и садово-парковая архитектура, и скульптура, и что ты хочешь. Вот это половина дома, вторая просто не поместилась. Вон гостиная внизу. Справа это дача. У них еще такой же дом, даже больше есть, и в Сиднее, где мы тоже были. Но живут на даче, там просто учет меня. Мы были летом, в Австралии зима, очень холодно было, ну как холодно, у них летом зимой погода такая, как у нас сейчас на улице, примерно такая же, но в домах отопления нет, можете себе представить, поэтому холодно, отопливают хозяева, обычно то помещение, где они ночуют, там и телевизор на стене висит, оттуда в общем особо не вылезают. А мы гостю были, там на первом этаже выделили две комнаты, ну дали батарею, потому что ее включить, погреться, но комнаты большие, холодина страшные. Так что в этом смысле некомфортно, но так они привыкли, для них это в порядке вещей. Живут очень уютно, живут очень достойно, это пенсионеры, у них у всех сбережения, у них у всех машины, причем машин столько, сколько работающих членов семьи, если есть работающие члены семьи. Мы, конечно, стали спрашивать, вот у вас дети есть, да, дети, да, внуки, и маленькие внуки, уже взрослые внуки, а по-русски они говорят? Да нет, по-русски они не говорят, старшие внуки еще понимают, потому что они общались с бабушкой и дедушкой, а младшие уже не понимают. Ну, говорим, это уже чистой воды австралийцы. Она говорит, да, австралийцы, но они о своей русскости помнят. И вот рассказывают, как внучка лет, наверное, 8-9 подралась в школе за то, что кто-то неуважительно что-то сказал России. Она стала кричать, что я русская. Началась драка, ну, драка австралийская, не так, как у нас, он тебя три раза певнут, и все. Вот, но она страшно обиделась, почему это не посмели, как-то недоброжелательно ее одноклассники высказаться о России. Я русская, хотя она русская, она, в лучшем случае, на половинку, если там не четвертинку, но тем не менее. Вот это сохраняется. Когда я там был в предыдущие разы в Австралии, то мне предложили участвовать в качестве свадебного генерала, будем откровенны, в качестве председателя жюри на конкурсе русской поэзии, которую читали дети русских эмигрантов в Брисбене и студенты русского отделения Брисбенского университета. Там было жюри настоящее, которое могло не знать языка, выразительность и так далее, а я, как настоящий русский из России, сидел там свадебным генералом, но впечатление было ошеломляющее. Выходят маленькие деточки, лет по 6-8, одетые в русские национальные костюмы и на ужасном русском языке с диким английским акцентом и Ломан читают Пушкина читают Лермонтова, Некрасова читают там Роскрестьяне торжествуя с чудовищным английским акцентом, но видно, что они так стараются и что и родители там стоят умиляются, а родители по-русски тоже уже говорят не очень, но бабушки и дедушки еще настоящие русские. Потом вышли студенты Квинсвенского университета, они разыгрывали сцену объяснение Олегиной и Татьяны, вот когда он пришел к ней на свидание в парке, там даже акцента было меньше, потому что это все-таки студенты русского отделения, и они говорили с английским акцентом, но с небольшим, как они старались, как они все это изображали. Но такое чувство умиления возникает, вообще не очень сентиментальный человек, но это было очень впечатляюще. Среднее поколение по-русски говорит, среднее поколение, вот тем, кому 35-40 лет, они по-русски говорят, но по-русски они говорят на бытовые темы, там пройдите к столу, вот, я не знаю, что там еще, домашние дела на научном языке это называется кухонный язык, это язык, который используется только в домашнем общении. Но поскольку мы всегда начинали говорить о положении в России, о проблемах, которые у нас стоят, и когда начинаешь говорить на какие-то научные темы, вот там экономика, какие проблемы, упаси Бог, налоговое обложение, это их тоже интересует, потому что в Австралии бешеные налоги, они вырубаются, они русской терминологии не знают, и приходится переходить на английский язык с явным для них облегчением. Вот это им понятнее и проще. Но бытовой язык есть, и я вот уже рассказывал, поступая в Центре русской эмиграции, что когда меня приглашали в столу, там такой подросток сказал не соблаговолителю, а опробовать или отпробовать вот этот салат. Я совершенно ошалел. А это русский язык начала 20 века, да, вот он там сохраняется и в общем-то он хотел нежливо ко мне обратиться насколько можно. Они потом спросили, что что-то не так сказал, и мы бы сказали это правильно, но только на старом русском языке, который сейчас в общем не используется. Конечно, идет у них ассимиляция, никуда от этого не денешься, но еще очень много людей, которые не просто считают себя русскими, но живут в русской культуре и не исчезает это никуда, потому что постоянно идет приток новых иммигрантов. Вот это экономическая иммиграция. Вот здесь на этом слайде руководители этнических обществ. Александр Клистов, он, по-моему, из потомок арбинцев. Прекрасно по-русски говорит, это председатель Близбинского Русского Дума. А справа Александр и Алена Ильгины. Александр Ильгины, видите, он намного старше своей жены, это не дочка, это жена. Он долгое время был председателем русского этнического представительства в штате Виктория. Очень такой обаятельный, дружелюбный, разговорчивый человек. Он нас возил по всем русским местам Близбана, Мельбурна, простите, все показывал. Потом он женился на русской эмигрантке, которая туда приехала, насколько я понял, в поисках счастья. И вот счастье она свое нашла, она намного меньше, младше его. У них громадный дом, они нас водили, водили, мы там запутались, понимаете, двухэтажный дом в Мельбурне, с громадными комнатами, очень хорошо нас приняли. И вот когда он составился, то он ее сделал представителем русского этнического представительства штата Виктория. Очень боевая женщина, очень энергичная, мягко говоря, несомненная глава семьи. Вот и он там шаг уступить не может без того, чтобы не согласовать вопрос со своей женой. А вот внизу вот видите, это увеличенный чек банка Мельбурна, который русское этническое представительство штата Виктория получило за удачное проведение празднования Масленицы. Сколько там, 15 тысяч или 10 тысяч этих самых долларов австралийский. Австралийский доллар примерно немножко дешевле, чуть-чуть, чем американский доллар. Так, я обращу надо его придушить этот телефон. Еще душить это не хочет. Вот, наверное, еще будут звонить, вечер начинается, люди считают, что уже можно звонить, вечер буду выключать и заранее прошу у вас прощения за то, что он периодически будет звонить. Так вот, банк выделил деньги, потому что замечательный праздник провели, австралийцам понравилось, и банк взял и спонсировал. Это в порядке вещей, это очень у них поощряется. В налогах с этого, насколько я знаю, не берут. Вот, это помещение, пожалуйста, видите, такой доминограммад, он в частной собственности находится русского этнического представительства, это их собственность, русский дом в Милибурне, вон там написано Russian Ethnic Representative Council in Victoria, а справа уже по-русски Russian House и русский дом Милибурна. Откуда средства на содержание этого дома и других домов русских, это с довольно дорогое удовольствие, они сдают двойную, через помещение, всяким кафе, всяким на мероприятия сдают, и с этого имеют деньги. Вот, пожалуйста, это интерьер, зал русского клуба Бризбене, Бризбене самые бедненькие, бедненькие, это чисто условно сказано по сравнению с другими бедненькие, а так и не очень. Громадный зал русского клуба Бризбене, роскошный зал богатейший русского клуба в Сиднее, причем идеально содержится, они выкупили это здание новое, громадное и в Стретфильде, и тоже сдают кучу помещений. Внизу такой ампирный роскошный зал русского дома в Мельбурне. Вот это мы заходим в русский магазин в русском клубе в Сиднее. Первое, что вы видите, когда вы заходите в такое помещение, это будет русский магазин. Вот тут не очень видно, там в основном всякие соленья и маринады из России, которых в Австралии нет. Но там появились, насколько я видел, соленые огурцы, тоже говорят, без русского влияния, и маленькие, а вот всего остального нет. И он там стоит, яненько, я его спрашиваю, на русском языке, естественно, а что у вас покупают все это, еще, за милую душу покупают, и покупатели есть. Селедно, там, на ура идет наши вот такие вот блюда. А вот видите, там наверху полки с книгами. Это книги из России, современные книги, не старые. Я говорю, а книги-то покупают, но книги-то покупают меньшее, только старшее поколение. Молодежь, что там, что у нас, она все в интернете сидит. Но книги тоже есть, причем современные книги. Там еще правее целый стеллаж с книгами, я уж снимать не стал. А здесь вот, видите, наверху две с половиной полочки. Вот это информация, объявление о мероприятиях в русском доме Мельбурна. В основном это всякие танцевальные кружки, это художественная самодеятельность, некоторая самодеятельность высочайшего уровня, я буду говорить о том, какие есть у них группы качественные. Это куча мероприятий, посвященных памятным датам, русской литературе. Очень много они отмечали 300-летие Петербурга, вон лекции по истории, видите, левая афиша висит, вон в середине день русской культуры. Все это на очень хорошем уровне проходит, потому что эти мероприятия обычно проводят русские, недавно туда приехавшие, получившие соответствующее образование в России, то есть с использованием новейшей литературы, новейших научных достижений. Все это очень хорошо делается. Я спрашиваю, естественно, народ-то ходит к вам? Ходят, говорят, ходят, и пожилые ходят, и даже молодые ходят. Молодых русских там тоже много, в основном это девчонки, уж не знаю, как туда попавшие, работают они там официантками, продавщицами. Меня, естественно, повели, первое, что сделали, когда в Сиднее приехали, повели нас в русскую пирожковую, настоящая русская пирожковая, с русским антуражем. Антураж там был очень сомнительный, пирожки ничего общего с русским не имели, это были типично австралийские кондитерские изделия, но девушка-продавщица была русская, которая, когда узнали, что мы из России, она почему-то очень застеснялась, что она русская, это единственный случай такой был, вот, и я говорю, а у вас что-нибудь настоящая русская есть? Она говорит, да нет, вот мы пробовали торговать пирожками нашими, там, с мясом и так далее, не берут австралийцы, и бизнеса не получается, хотя вообще-то по Грисбану знаю, что австралийцы русские пирожки очень любят, настоящие австралийцы, вот Анна Саксовна, на ногу, вот в Сиднее как-то не пошло, вот эта публика, они ходят, они не хотят терять свою русскость, мы разговаривали вот с такими новыми эмигрантами, недавно приехавшими, и нас, конечно, интересовало две вещи, зачем вы приехали вообще, что вас подвигло туда, и как вы тут устроились, нет ли тяги обратно в Россию и так далее, ответы были однотипные, вот с тремя женщинами мы говорили, они все активисты русской диаспоры, собственно, с ними мы и общались, вот с активистами, кто там участвует в этой жизни русской общины, все три причины оказались одинаковые, мужья были не востребованы с точки зрения мужей России, великие специалисты, которые не смогли здесь сделать карьеру, их не ценили, поэтому они уговорили своих жен вместе уехать в Австралию, как положено, набрали баллы, там подали анкету, все совершенно легально, приехали туда, почему-то и австралийцы их не оценили, их великое профессиональное мастерство, они там мучились, мучились, ничего не нашли, а жены, одна из этих трех женщин, в разных городах, это Мельбург, Брисбене и Сиднееве, мы говорили, одна из этих женщин вообще английского не знала, ни слова, в принципе, ни слова, она в школе немецкий у нас учила, и как у нас в школе языки учат, вы знаете, она говорит, я там сразу нашла работу по специальности, прекрасно устроилась, кормила всю семью, муж выкался, выкался, так и не смог добиться, чтобы его там оценили, и уехал, назад в Россию, два других мужа тоже уехали, бросив свою жену, это все три женщины сейчас были одинокие, и один умер от инсульта в России, потому что вот он так переживал свою несостоятельность карьерную, что для мужчины, безусловно, важно, что он не выжил, мы говорим, а у вас планов нет перебраться назад в Россию, нет, хотя тоскую, она говорит, я очень тоскую, мне кажется, что здесь все не мое, что вот меня тянет в этот русский дом, вот русскую речь, услышите, английский прекрасно освоил, я говорю, что же вы не возвращаетесь, ну, я же в России не найду работы за такие деньги, здесь уже дом, здесь уже друзья появились, нет, я не поеду, но я часто езжу в Россию, приезжают ко мне, вот это новая иммиграция, понимаете, она не рвёт связи, и чем дальше, тем больше именно они, вот эти русские, которых так и хочется назвать, новые русские, но новые для австралийцев, это не в нашем смысле новые русские, они составляют теперь опору той русской жизни, которая сохраняется в русской диастыре. Вот это компьютерный класс для обучения пенсионеров, это всё иллюстрации к тому, какую работу проводят эти русские общинные организации. Роскошное оборудование, современное, причём не сказать, что они меняют раз в несколько лет компьютеры, потому что они же работают, они же амортизируются, и потом появляются более современные, это только для пенсионеров, для австралийских, чтобы их научить пользоваться интернетом, чтобы они были компьютерно-грамотные. Мы говорим, а ходят на эти курсы, вот заполняется вот этот зайчик, весь заполняется, ещё не один там занятий, что два раза в неделю, а работают они каждый день, потому что ходят. Вот это вот, видите, сколько пришло народу на встречу в русском доме, в Сиднее. Мы там представляли книгу русская консульская служба в Австралии, ну, просто попросили они, что давайте совместим вот встречу с русскими, чтобы не просто там, вот мы книгу эту анонсировали, и вот пришло столько народу. Обратите внимание, всё степенная, солидная публика, но в основном пожилая. Молодых на такие вот мероприятия ходит мало. Причём это не просто так, что вот они пришли, собрались в этом зале, мы там выступали, в афишах будет написано, что сначала выступление историков из России, а потом обед. Без обеда Тормакова собрать, конечно, сложно, потому что вот, ну, это людям надо ехать, но здесь не непростая публика, это те, кто пишет на русском языке, они там что-то издают, они нам надавали кучу книг, к сожалению, всё мы взять не могли, потому что самолёт больше 30 килограмм, не возьмёшь, и у нас из этих вещей по 25 килограмм книг было, и 5 килограмм там свои вещички какие-то. Вот всё хотели, чтобы всё это в Россию попало. Я там всё ориентировал, что вы книжки-то высылаете в русские библиотеки, чтобы они были востребованы, чтобы они были доступны русским историкам и специалистам в миграции. Да вы понимаете, у нас очень дорогая почта, да и потом мы не знаем, у вас книги попадут или не попадут, у вас же там коррупция, но не за такой же степень, чтобы таскать ваши книжки. У меня ценности не очень такая большая. Говорят, что кто-то что-то прислал, вот Дивосток, моей коллеге Галерии Ивановне Каневской. А вот это вот лучший музыкальный, самодеятельный коллектив русской музыки, он не русский народный музык, он называется оркестр русской музыки Балалайка, это Сиднейский оркестр. Там руководители, вот на фотографии внизу, он в полосатом, черно-синем свитере, Сергий, его фамилия Виктор Сергий, он из хорпинцев, его ребенком увезли из Хорпина, музыкальное образование он уже получил в Австралии, закончил Сиднейскую консерваторию, изумительный музыкант, и вот он ведет занятия с самодеятельными артистами. Русских там не так-то и много, там человек 8 русскоязычных, остальные это либо славяне, там украинцы, сербы, хорваты, либо большая часть это австралийцы. Вот на этой фотографии, вот я там справа стою, потом Сергий, потом Галина Ивановна Каневская, а слева стоит Патри Гонейл, ирландец по национальности, живущий уже лет 50, наверное, в Австралии, он играет на Аматумре, обожает русскую музыку, по-русски ни слова не знает, очень симпатичный дяденька, такой обаятельный человек, вообще Россию обожает. Вот такие там и собираются, и когда, а мы были на репетиции оркестра, потому что вот фотография выступления оркестра, это с сайта взята интернетного, а мы были на репетиции, там они были в своей обычной одежде, и вы увидите там и английских леди в стройных платьях, и джентльменов прилично одетых, и молодежь в этих драных джинсах, там на колене дыру обязательно же надо сделать, и вытатуированные все, и все они приходят и играют, и ребята есть 15-16 лет, дети русских эмигрантов, новых русских эмигрантов, приходят и играют на баяне, на гитарах, тоже туда их берут, балалайка там как раз мало, хотя называется балалайка, но они говорят, что им хороших балалайок не достать. Играют изумительно, это высочайший профессиональный уровень, я говорю, как может самодельность вот так играть? Понимаете, у всех есть музыкальное образование, но любительское, а два человека в России вообще были музыкантами профессиональными, но там они бухгалтерами работают, потому что по профессии работу не найти, но ездят вот на эти репетиции раз в неделю обязательно, причем Сидне и громадный город, ехать очень далеко, ездят из окрестных городов, но на своих машинах, тащат эти инструменты громадные, потому что там же не только добрый, баян тоже уже большой, там есть бас балалайка, вот такущая, контрабас у них и цимбалы расставляются, но все это складывается, но все равно все это тяжело, и вообще ездят, приезжают, выступают, они объездили все города, они были с гастролями в Китае и в Корее Южной, и они ездили два раза в Россию, первый раз на Сахалину в Владивосток, второй раз приезжали в Москву и Петербург, и я на одном концерте был, проходил в смольном заборе, совершенно безобразная реклама была, народу было мало, потому что никто не знал, но те, кто пришли, были просто в шоке, потому что это исполнение высочайшего уровня, кстати, организаторы гастролей выступили с ними по-свински, этот оркестр приехал в Петербург, посадили в автобус, вот так без остановки провезли до города в гостиницу, из гостиницы в Смольной выступать, и на завтра опять на поезд, и все, и так они Петербурга толком и не увидели, и в Москве то же самое было, это, видите ли, организаторы гастролей, экономили на расходах, вот, и они мне жаловали, что они, вот, Себастьян, вот вам информация с первых кругов, что они, к сожалению, Петербурга и Москвы так толком и не увидели, но вот этот оркестр, это гордость вообще, они посланцы русской музыки, они исполняют не только там, Калинку-Малинку, и не столько Калинку-Малинку, сколько популярные произведения русской и советской классики, причем вы видели, с каким чувством исполняют, там у них есть певец и певица, с очень хорошими голосами, певец собирается принять участие в этом телепроекте «Минута славы», или как он там называется, или голос, я не слежу и не смотрю, надеюсь, вы поняли, о чем я говорю, и проблема в том, что надо ему собрать деньги, чтобы там далеко поехать, это первая проблема, как он сказал, вторая, у него полиция австралийская, два раза права от немало, потому что он правила нарушал, и он на много лет теперь не может ездить, а без машины австралиец вообще никуда не может, хоть он русский, хоть он австралийский, австралиец, они там пешком, они не ходят, вот, вот эта вот библиотека в русском доме в Мельбурне, очень богатая, в основном старые русские издания и эмигрантские издания, которых у нас, кстати, нет, очень большая и богатая библиотека, мы туда пришли, там ни одного человека нет, я, естественно, спрашиваю, а читателей-то много? Есть, говорят, читатели, но каждый год все меньше, и меньше, и меньше, а фонды пополняются, и фонды пополняются, но только каким путем, вот умирает русский эмигрант, его дети, внуки по-русски не читают, говорят по-английски, им это забро на кириллице не нужно, вот, забирайте в библиотеку, а то мы все это выкинем. Вот такие вещи, прошу прощения, такие вещи, конечно, есть, и никуда от этого не денешься. Тем не менее, там, так вот, там издается очень много изданий на русском языке. Во-первых, есть, вот они, видите, есть газета «Едемения», которая выходит с 50-х годов. Раньше это был злобно-антисоветский орган Народно-трудового союза, сейчас они потеряли какую-либо такую идейную направленность, они очень доброжелательно сейчас пишут о России, дают информацию о жизни русской диаспоры в Австралии. Такая достаточно интеллигентная газета, печатают иногда по истории что-то такое, по русско-австралийской истории. И вот, видите, очень много книг и на русском языке, и на английском языке. Причем в последнее время русские сообщества стали издавать книги сразу на двух языках. То есть половина книжки на русском, вторая половина то же самое и на английском. Потому что если только на русском, то читателей уже мало. Среднее молодое поколение по-русски, если и говорит, то уж точно не читает. А говорить говорит. Поэтому для них делают английский вариант. И они читают на английском. Там есть церкви, и довольно много. Вот мы были в Свято-Николаевском соборе, в Бризбане. Обратите внимание, какая там богатая церковная бутварь, как он украшен. Мы ахнули, когда зашли, потому что, честно говоря, православные церкви в Австралии очень скромненькие. Но прихожан не так уж и много, и, соответственно, содержать их сложно. Спрашиваем, откуда такая роскошь? Это же стоит очень дорого. А вот умерла одна прихожанка, одинокая, русская, из Харбинцев еще, из тех, и завещала все свое состояние на ремонт этой церкви. Откатов и воровства там в таких масштабах нету, поэтому все деньги были истрачены на церковь. И она приобрела совершенно ошеломляющий вид. Туда приезжали русские художники, священник, который ему там стоит, по-моему, да. Он назвал их иконописцами. У меня большое подозрение, что это не иконописцы, а просто ребята, которые смогли найти себе приработок. Они расписали ему и стены так довольно модерного. Там кенгуру нарисованы в качестве украшения. Но он, правда, с гордостью сказал, что это единственная православная церковь в мире, где в качестве украшения использованы также и кенгуру. Вообще все очень здорово. Там есть истинничество, обычно поживые прихожанки, которые берут на себя заботу о престарелых. Вот эта служба, которую раньше в России называли служба презрения, она там очень развита. Австралийские власти это все поддерживают и издаются на русском языке листовки, как пользоваться всякими приспособлениями для старых, там, ходунками или только туалетом, если ты на этой коляске едешь, как вызвать, если тебе нужна скорая помощь и так далее. Все это издается на языках всех диаспор, в том числе и на русском, за счет австралийских клиник. Ну вот и еще примеры кафедральный собор святого Иоанна Предтечи в конвейере. Очень красивая церковь, небольшая. Туда внутрь мы, правда, не попали, потому что она была закрыта, это был выходной день. А вот здесь слева памятник князю Владимиру в призвине, скульптор Георгий Вирин, Георгий, простите, Вирин. Эта скульптура, это многострадальная скульптура, потому что этот памятник скульптор готовил к 1988 году, когда отмечалось тысячелетие крещения Руси. У Австралии русская диаспора его очень торжественно отмечала, и вот он хотел дать в дар памятник, в дар приходу православного города Бризбана, но священник посчитал, что в этой скульптуре у князя Владимира не очень надухотворенное лицо. У нас до нас не дошло изображение князя Владимира, между прочим, как он выглядел, никто не знает. Вот сейчас в Москве ему памятник будут ставить, те, кто же залепуха, потому что портретного сходства добиться принципиально невозможно. Но он отказался. Тогда стали требовать, чтобы памятник поставили где-нибудь в центре города Бризбана. Австралийцы реже рассказали, что мы, честно говоря, не знаем, кто такой князь Владимир, и почему мы его должны ставить в центре нашего города, но мы вас уважаем, пожалуйста, подыщите какое-нибудь приемлемое место. А потом наступил 1991 год, Советский Союз распался, началась дикая грызня между русской и украинской диаспорой. По всем вопросам, ну сейчас понятно, по какому вопросу они спорят, а когда? Вот князь Владимир, это какой, украинский князь или русский князь? Кого он вообще крестил? Это Украину в Киеве или Россию? Это до безумия доходит. Они ругаются, чьим ученым был Микуха Маклай. Так, и будут долго и нудно спорить на эту тему. Вот, время шло. Чем мне все не договориться не могли, поставить памятник было негде. Наконец, Квинсенский университет смилостивился и говорит, да черт возьми, в чем проблема, ставьте у нас в парке, у них там много разных парков, и этот памятник сейчас стоит при входе, около одного из входов Квинсенский университет, это очень солидный университет. Это место в основном свидания. И уж русские, приезжающие в Австралию, точно назначают место свидания у этого памятника, потому что точно не забудешься. Австралийцы, студенты, с которыми мы говорили, понятия не имеют, кому это памятник и вообще, чем он знаменит и что он сделал. Ну, два слова о том, каковы нынешние взгляды диаспоры на то, что происходит. К моему искреннему удивлению, все, и потомки Харбинцев, и внутри белой эмиграции, и депишники, и новая эмиграция, обожезвляют президента Путина. То есть, такого восторга, я даже в России не видел. Все. То есть, критически, если вы о чем-то скажете, что-то там, вот, вы знаете, у нас же тоже есть какие-то проблемы, не надо этого делать, они не поймут. Я говорю, что за что вы так любите? Ну, он же Россию с коллегой. Единственный аргумент, я этого, честно говоря, не ожидал, потому что у нас в России все-таки общество каких-то разных точек зрения придерживается, там этого нет. Все абсолютно. Причем яростно защищают. Но при этом они тут же будут проглинать коммунизм и советскую власть. Нашим родителям, значит, там и осталось. Вот такая яростность. Но это в основном только у Харбинцев. Потомки депишников и новая эмиграция, их политика вообще не колышет совершенно. К России они относятся хорошо. Они все полностью на стороне России, в украинско-русском конфликте. Из-за этого у них проблемы с украинской диаспорой, которая, конечно, другую позицию снимает. И когда в ноябре 2014 года, года назад, была встреча группы Г-20 в Брисбене, то австралийцы там устроили как раз самый накал украинских событий. Они устроили довольно мощную антирусную демонстрацию. Вы знаете, что Путина там практически в изоляции держали. Так русская диаспора устроила не менее мощную пророссийскую демонстрацию. Ну, я, естественно, со своими российскими мозгами спрашиваю, а никаких столкновений или проблем не было. Они говорят, нет, никаких проблем, никаких столкновений. Просто полиция развела по разным улицам. Я говорю, а вот там разрешение, вы же сейчас в России как-то плохо относитесь. Они говорят, какие разрешения вам? Уведомления, что вот мы пойдем и все там, там никаких разрешений не надо. Все это очень просто. И последнее. Изучается ли там русский язык? Вы знаете, изучается, но всплеск интереса к нему происходит, когда Россия с точки зрения австралии на безобразничек. Вот там, 68-й год в Чехословакии был большой интерес. Потом перестройка у нас. Там из-за «Васторга» был от России. Это первая моя поездка была в 91-й год. Сматимущие студенты записывались на русские отделения. Сейчас все это ушло, упало. Русское отделение существует только в двух университетах Австралии, всего-навсего, в том числе в Бризбане. Но там на русское отделение полтора ставки преподавательских, всего-навсего. И то они все время хотят его закрыть. И когда я там был, в прошлые разы на английском языке мы, естественно, разговаривали с администрацией университета. Они почему-то мне говорят, мы хотим с вами посоветоваться, вы из России. Вы знаете, у нас есть планы закрыть русское отделение, там мало студентов, и слить его с немецким отделением. Германия, это Пруссия, по-английски говорят, вы же согласитесь, что праша от Раша от Алисея. То есть это то же самое. Я говорю, ну, надо, слух звучит-то похоже. Я говорю, вы знаете, вообще-то не одно и то же, но я не собираюсь вмешиваться в ваши внутренние дела, пожалуйста, делайте, как хотите. Русское отделение отстояли, оно работает, и аргументация была такая, что не надо его совсем закрывать, мало ли, что студенты не учатся, не надо. Вот Россия опять вытянет что-нибудь, понадобятся специалисты, а их не будет. Давайте законсервируем вот скукожим это отделение, но если надо, мы его развернем. И оно работает. И второе отделение, по-моему, есть в университете Маккори в Сиднее. Там тоже небольшое русское отделение. спрашивают преподаватели, а студенты туда записываются, они говорят, знаете, очень странно, на первый курс может записаться столь человека, там свободная запись, там нет, как у нас, пошел на факультет, и вот тебе набор предметов, которые ты обязан выучить и сдать, ты можешь записаться куда угодно. Пошел на математический факультет, или инженеринг, можешь записаться на французскую литературу, это твои проблемы. Записывается больше ста человек. Почему? Экзотическая страна, им очень интересно, потом они все знают о Толстом и Достоевском, как мне сами австралийцы сказали, они о русской культуре знают только как о культуре Толстоевского. И полгода поучился, видят, что язык безумно трудный, что вся русская классика переведена на английский язык и уходит. И у выпускников, там 4 года, бакалавриат, у выпускников бывает 3-4 человека всего-навсего. Конечно, университетское начальство не хочет держать специальное отделение, когда-то отмало. И они, мне было, я спрашиваю, работают эти ребята у специальности, вот они русский знают, все знают прилично. Нет, ведь никто не работает. Не востребовано. Не востребовано, потому что связи с Россией очень небольшие, торговли практически нет, поэтому с русским языком ты никому не нужен. к тому же, там очень много русских, которые и так язык знают без всяких университетов. Действительно, из русских товаров я видел только водку в ассортименте разную, не исключая московскую, столичную, потому что это водка украинского происхождения, бренд, это наша водка из Украины, а так есть русская водка и наше петербургское пиво, палочка. Вот оно есть. Больше там ничего из русского в магазинах я не видел. Отношения к России австралийцев очень спокойные, я бы сказал, доброжелательные. Честно положа, руку на сердце, мы туда ехали, мы думали, что нас там будут мучить вопросами с Украиной, там с Крымом и так далее. Нет. Причем специалисты говорят, что мы все понимаем, что Крым, он должен быть русским, мы историю знаем и так далее. Вы как словопособные лавки все это сделали, но в принципе-то понятно. а рядовое население оно совершенно этим неизвестно. Я подозреваю, даже не знаю, где эта Украина находится. Очень доброжелательный, добрый, обаятельный народ австралийцы и русские абсолютно спокойно в него интегрировались, никаких проблем у них нет. Ну вот, по-моему, у меня там последний слайд, я как еще не спекла. Считаю, смотрите, какие роскошные, как это все ухожено, как они заботятся, а не какие памятные. Вот слева этого призвания кладбища, семейская справа, внизу мемориальная доска часовня на кладбище в память о русских. То есть все это ухожено совершенно, причем австралийские власти тоже на это дают соответствующие средства. Ну и, конечно, последний кадр, без этого никак нельзя, когда говоришь об Австралии, это вот пенгурук, жильем с нами заснятые. Они, правда, очень внимательно следили, чтобы мы слишком близко не подходили, но, тем не менее, дали их себя поснимать. Это в парке, лесопарк под Канберой, столицей. Ну, я смотрю, что уже очень много времени, сейчас около 8 часов, 8 часов огромных, так что я прошу прощения, что я вас так долго задержал, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, ставлю. Скажите, вы видели там аборигенов? Аборигенов в этот раз нет, но это был четвертый мой визит в Австралию, видел я аборигенов в маленьких городах, в частности, в городе Армидели. Чистокровных аборигенов почти не осталось, они живут только на севере Австралии, в районе Арненленд. В основном это полукровки, абсолютно цивилизованные люди. Австралийское правительство, федеральное правительство штатов выделяет деньги, у них есть такие же замечательные дома, как у русских. Там обучают детишек, там им дают знания их традиций, там же продают поделки, которые сделали аборигены. Но ситуация не такая простая с аборигенами, потому что, во-первых, некоторые племена грызутся друг в друга с другом, по принципу, чем племя лучше, то есть банальный абориген, это тоже есть. И, во-вторых, очень трудно аборигены интегрируются в европейское общество. Вот в школах мало кто отучивается, полный цикл. Поучится, поучится, потом семья уходит, называется «локомау», это вот в буш они уходят, живут традиционной жизнью, потом вернутся, детишки опять не в школе учиться. Но это сложно. И к тому же с алкоголем там проблемы, потому что у них, как у наших народов севера, нет гена, который расщепляет алкоголь, спиваются мгновенно. Я думаю, так вы не запретите продажу алкоголя, вот как у нас в своевремя Абрамович на Чукотке сделал. Они говорят, ну как это нарушение прав человека, этого не можем никак. Тоже проблемы, которые не решаются. Австралийское общество, оно этим достаточно сильно задачано. Что сделать, чтобы вот как-то, не нарушая традиции аборигенов, не оскорбляя их национальные чувства, интегрировать их в Анно-Саксонское, в своей основе австралийское общество. А какой процент будет на бреде Абрамовича? Вот, вот, вот их должно стать 500 тысяч. Посчитайте, если население Австралии примерно 23 миллиона. Но это в основном полукров. Я повторяю, что чистокровность, тем более ведущий, дикий образ, совсем мало, образ жизни. Да и дикий-то образ жизни. Австралийцы не возражают, власти, но с условием, чтобы всем детям были сделаны прививки, и чтобы они ходили в школу. А так, пожалуйста, хочу и покушу, там собирай лёжик, это ради бога, но, чтобы никаких инфекций и так далее. Вообще, страна удивительно цивилизованная, комфортная, и разумно устроена. Разумно. Еще вопросы, пожалуйста. Вы в Перде были там? Нет, в Западной Австралии. А вы были? Вознагрение, водознагрение населенных клубов, это как осуществляется? Водопроводом, и водопроводом осуществляется, причем вода такая, что можешь открыть кран и пить, пожалуйста, без всяких проблем. Я нигде не видел, мы были в Бризбане, в Мельбурне, в Сиднинг, в Канкере, чтобы были какие-то проблемы с водой. Наверное, в Центральной Австралии они, конечно, едят. Но тут совершенно нормально. А как говорится, в Канкере, подхожили, подземные? По-моему, артезианские скважины. Реки там, прямо скажем, Марамбиджи, это треть, по-моему, в Канкере, в Австралии, недалеко от Канкеры, ну, она шириной, я не знаю, полторы фонтанки, наверное. Да, вообще, конечно, там очень засушливый континент, австралийские растения имеют любые корни, они воду высасывают, и мне австралийцы говорили, что очень жаль, что сюда насажали европейских растений. Там все растет абсолютно, все так, и на грани, и чудесно, все из земляного привезено, потому что эти растения, они высасывают воду, которая и так мало на континенте, в самой засушенной. На даче есть грудь? Огурцы, а на счет огородов? Нигде, нигде, никаких огородов нет. Там ведь, когда коттеджи, то обязательно где-то 4 соточки, 2-3 соточки, это обязательно. Причем больше, чем ванны, ванны и тоже, в доме, должны быть окружайны. Там будут декоративные растения, там они могут что-то раскопать, посадить какие-то цветы, но чтобы, как у нас, куклочка, огурцы там, в музее Попедок, это не за чем, потому что все это есть в магазинах. Вот русская, у которой мы жили в Камбере, она две гадки кубники сажала, мы любим ее там, она ее соседи замучили вообще. Что это и зачем это нужно? Ну, астралийские соседи. Спасибо. Спасибо. А там есть домашние кенгуру и кенгуру родей. Кенгуру, они как наши белки вообще-то. Вот те, кто живут в городах или в парках, то они приручаются. И мы тоже проводили поездку в кенгующую, кормили кенгукой. Маму кенгуру, который сидел кенгуленок в сумке, это было так кровотельно, но только мы сошли, подошел папа кенгуру и все выиграл. Так, так что... Куалу только в парках, зоопарках, у нас тоже водили. Да, очаровательные животные, невозможно оторвать плац. Ну, ну, на мордочках написано, что это прелесть какая-то, да? Но тоже дома их не разводят, потому что они едят только определенные виды эколифтов, и дома невозможно. Но и специальные парки для Куал, можно прийти, попробовать. Эколифтовая роща посещается? Да, конечно, конечно. Причем, издали они дают такой серо-синий фон, потому что там оттенок серо-синий в этих листьях. Роща, это только кромко сказано, у него листья поворачиваются резон к солнцу, поэтому там все это проходит, да? Какая еда любимая в австралийце? Какая еда? Я знаю только один австралийский национальный салат, крупно нарезанная вареная картошка с майонезом, все больше, чуть-чуть, и соль, и ничего. Впечатление на меня это не просто. Тайская? Ну, может быть, но там у них столовые в университетах, это несколько раздач разного кухня, китайская, мексиканская, латино-секандар, европейская кухня, австралийская, вот можешь, пожалуйста, подойти и выбирать себе то, что хочешь. Но мы, в еде люди всегда очень консервативные, знаете, как-то страшно, что-то такое там попробовать. Фрукты, овощи у нас лучше. Вот здесь присутствует мой хороший друг, консул генеральный, почетный консул Австралии в Петербурге. Я надеюсь, что не обидится, если я скажу, что наши фрукты сочнее и вкуснее. Там что-то добавляют такое, для того, чтобы они... Зато австралийское вино. Австралийское вино роскошное, роскошное совершенно. Оно сейчас продается у нас очень дорого. Рекомендую. Замечательное вино. Виноградники там, там роскошные виноградники, целые районы. Климат-то замечательный. Какая основная сфера интересная? Вот вы сказали, что это... Моя сфера интересная? История русско-австралийских отношений с семнадцатого, начало двадцатого века. Эмиграция там почти нет. Но это тоже интересно. В основном, что почти зрели, мы с Кариной Ивановной Камерской набрали много на себя. Сейчас мы большие обрабатывали, что мы не можем А у вас все-таки тоже ожидает после фибрации из России в Австралии? Ну, как Австралии едет народ. Ну, да. Ну, это очень правило. Если у вас соответствующая профессия, образование, возраст, определенный уровень знания английского языка, заполняете анкеты, подаете в посольство в Москве. Они там смотрят, сколько вы баллов набрали, и потом решают, пускать или не пускать. Вот, довольно много баллов надо набрать. И довольно много, да? А? Довольно много. Ну, я не знаю. Я никогда не пытался, да, такое нужно проделать. Но говорил, говорил с теми, кто там уехал, они говорят, что возникло много. И придирались здорово. Но в Польше, вот такие случайные грустные встречи, это в основном жены по интернету, нашедшие себе мужей, австралийские, и туда уехавшие. И троих я тоже таких видел. Наши женщины были поинтеллектуальнее и по развитию, чем те мужья, которых они нашли. Ну, понятно, вы извините, я с мужской точки зрения говорю, какой мужик будет в интернету себе жену искать? А скажите, пожалуйста, Наталья Кристосова, у нее остались дети, и продолжали ли они... Нина Михайловна Кристоса? Нет. У нее детей не было. Нет. Она дожила до 90 лет, и муж ее еще пережил, еще старше ее в этой теле не было. Скажите, пожалуйста, там уже Китайцы берут слово Русские, здесь Австралия, а это не кончится? Она быстро? Нет, она еще далеко не вся разработана, и не вся разведана, и говорят, что в мире есть векло-добыл будущего, это Россия и Австралия. Австралия, как и Россия, имеется любую экономику, но они с умом этим распоряжаются, и у них существует промышленность, которая существует, она очень модерновая, никогда не скажут, что она технологически отсталая, там даже такого понятия нет. Они очень рационально эти доходы используют, вот торговый сырьем, с Китаем, в Китаем, конечно, основной торговой. есть, у них все есть, там вся таблица Менделеева задана. Ну, если вопросы закончились, спасибо вам. Про кроликов, там, я сделаю, в Калипатии, я не заметил, что кролики им сейчас поставили какие-либо неприятности, Себастьян, наверное, есть эта проблема, но мы были в больших городах, и кроликов мы не заметили, вот когда едешь по Австралии, а мы ездили, то в загородке и овцы, 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 это есть, да, а вот кроликами, может, они не попадают? А была, ну, там, вообще, сейчас, генетически их вытравливают. Там проблема с лисами, лисы распространяются. Лисы? Лисы их завезли, чтобы они кроликов ловили, а они стали ловить сумчатых, причем, в последнее время, что наладили? Лиса, значит, свидает вылезшего из сумки кенгуренка, и сама в сумку забирается. Кенгуру не очень умное животное, и когда пропитывается запахом леса, этого самого кенгуру, то кенгуру таскает лесу, как своего ребенка, и леса, можно сказать, путешествуют. Причем, это приняло такие размеры, что австралийские биологи стали тревогать. Скорейте, вы по-восточному от признака, по-восточному, от признака, по-восточному, от признака, по-восточному, от признака, потом через водораздельный хребет, город Армидейл, маленький город, потом Антургер, Сидней, Гангеру, Мейкбург. А вот по северу побережье, на котором выезжаете? Это побережье восточное, скорее. И не бывали там? Нет. Секлодие, но крайне не секлажировали. Людая жара, людая совершенно. Вот. И это, я жару хорошо выношу, но вот коллеги, с которыми там бывали, они говорят, что это что-то чудовище. В генеологическом плане я услышал, что самая почетная каторжника первая, да, вы ищете? Да, если у вас предан австралийский каторжник, то вы в настоящей поясе. Вот. Да, причем там, там прослежена, значит, фамилия тех, кто прибыл, на каком корабле, это все прослеживается, и родословное, и даже есть музеи, где вот там корабль такой-то прибыл тогда-то, там было сколько-то каторжников, и кнопочки против каждой фамилии, нажми кнопочку, тебе зажгется родословное, значит, когда прибыл, когда умер, сколько детей. Вот у этого Джона Потоцкого, с которого я начал наш с вами разговор, у него сейчас более тысячи потоков. Спасибо большое. Спасибо вам. Продолжение следует... Продолжение следует...